Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Медиа Информ, программа «Мы» с Михаилом Катсиным. Сегодня у меня особенный гость, гость, который был недавно в студии Медиа Информ, но общение с этим гостем, как всегда, оставляет очень много вопросов, потому что гость действительно очень интересный, содержательный, а главное, сыгравший очень большую роль в развитии нашей страны, новейшей истории нашей страны. Это Павел Анатольевич Климкин, в прошлом министр иностранных дел нашей страны с 2014 по 2019 год. Павел Анатольевич, здравствуйте. Приветствую, приветствую Одессу, приветствую вас, Михаил. Павел Анатольевич, ровно 4 года назад, 11 июня 2017 года, Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении безвизового режима нашей стране. Как вы считаете, вот спустя 4 года, насколько судьбоносным было это решение и что оно поменяло во взаимоотношениях между Украиной и Европейским Союзом? Оно очень много поменяло для всех нас. А вы помните, Михаил, и все одесситы, конечно, помнят эти сумасшедшие очереди в посольство и консульство. А помните этот ужасный процесс, когда надо было собирать какие-то справки, сколько ты где заработал, что, кто у тебя там родственники. Это, знаете, как люди третьего сорта. Вот для меня безвиз это, конечно, возможность поехать и не мучиться. Конечно, это то, что твой паспорт уважают в Европейском Союзе. И через реформы мы очень ведь непростые прошли, потому что сначала были проблемы с качеством документов, со всякими фейками. Очень много было, можно долго рассказывать. Но на самом деле для меня, ну одесситы это люди, которые открыты миру. Это ведь правда. Для них безвизовый режим это тоже какой-то глоток свежего воздуха. Это как с помещения выскочил. И для меня так. Поэтому я считаю, что для людей это сумасшедший просто прыжок в то, чтобы в конце концов нас не считали людьми второго и третьего сорта. Это какое-то уважение. А уважение, вы знаете, чего-то стоит. Ну а потом уже удобство просто ездить. И это тоже немаловажно. Поэтому я очень рад. Эта же история не только там про меня. Но я очень рад, что я был частью этой истории. И мне действительно приятно, когда кто-то жмет руку и говорит, знаешь, Паш, вот это все-таки было классно. Поэтому важное решение. И важное для того, чтобы мы понимали, что такое мир и что такое мы. Ну, Павел Анатольевич, я со своей стороны, как обычный человек, полностью разделяю ваше мнение. Потому что в своей жизни я тоже столкнулся с тем, что необходимо было ждать в течение полугода визы. Когда я ехал учиться в Австрию, в Венский университет, и у меня, ну, фактически я подавался на национальную визу, связанную с обучением. Я прождал полгода и не мог вовремя приступить к обучению. Поэтому в этом смысле то, что вы сделали, сделала ваша команда, это действительно имеет огромное значение. Потому что вы в том числе открыли шлюзы для тех, кто хочет повышать квалификацию в Европе, возвращаться и делать нашу страну лучше. Павел Анатольевич, переходя к следующей теме, но которая частично все-таки связана с безвизом. Многие сейчас критики действующей власти, критики прошлой власти, адепты режима господина Януковича, они говорят о том, что вот, мол, до 2014 года в стране была замечательная экономика. Но нужно было получать визы. После 2014 года, да, установился безвизовый режим, но никто не может поехать в Европейский Союз, потому что гривна девальвирована и очень много финансово-экономических проблем в стране. Понятно, что это чистейшая демагогия. И понятно, что безвизовый режим был нужен. И вообще не стоит экономику связывать с безвизовым режимом. Но у меня вопрос в другом. Почему Европейский Союз финансово не помогает Украине настолько, насколько действительно заслужила наша страна и настолько, насколько она в этом нуждается? Смотрите, у нас, конечно, любят, вы абсолютно правы, Михаил, вспоминать попередников, попередников, попередников. Я считаю, что если ты идешь в эту историю и начинаешь там где-то разлагольствовать, то лучше в политику вообще не ходить. Жаловаться – это наихудшая история, которая только бывает. Поэтому давайте про это забудем. Что касается экономики, ну, на самом деле, Европейский Союз подсчитал за все эти годы 11 миллиардов. Да, это не те деньги, которые нам на самом деле нужны. Да, это не те объемы. Но на самом деле помогают тем, кто сам себе помогает. И вот тут у нас с этим действительно не сложилось сейчас. Потому что не можем мы использовать все европейские деньги. Те же кредиты Европейского институционного банка. Просто выбрать не можем. И проекты предложить до конца. Поэтому сначала надо на себя посмотреть, а потом, конечно, на Европейский Союз. А Европейский Союз тоже мог бы и должен делать больше. А это уже история для внешней политики и дипломатии. Павел Иванович, вот смотрите, сейчас мы видим, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осуществил акт воздушного пиратства, остановив борт европейского воздушного судна, который осуществлял рейс между двумя городами, между двумя странами, членами НАТО и Европейского Союза. Естественно, Беларусь при Лукашенко сейчас это зона опасности для Европейского Союза. С другой стороны, Украина после 2014 года, после 2014, тем более после 2014 года, когда произошла революция достоинства, это зона не просто безопасности, это зона наибольшего комфорта для Европейского Союза, потому что Украина является дружественной страной Европейскому Союзу и стратегическим партнером. Почему же Европейский Союз обещает сейчас 3 миллиарда долларов в случае, если будет отстранен Лукашенко и придет новый режим в Беларуси? И 3 миллиарда для небольшой Беларуси. При этом всего 11 миллиардов дали Украине, которая в разы больше Беларуси за 5 лет. Не кажется ли вам, что это несправедливость? Ну 3 миллиарда это же не подарок. Помните, когда Янукович не хотел, и вы сегодня про это вспоминали, подписывать соглашение про ассоциации, ему же в Вильнюсе тоже предлагали существенные средства, но эти средства, это ведь помощь, это возможность осуществлять проекты, которые мы, кстати, все не выбрали. И Беларусь никто не будет давать подарок, знаете, на блюдечке вот 3 миллиарда и станьте лучше. Ну, в отношении Лукашенко, на самом деле беларусы, они нам близки по истории, близки по менталитету, и мы же с ними жили в одном государстве много столетий. Поэтому я бы четко разделял беларусов и Лукашенко. Конечно, нам нужна европейская Беларусь. Конечно, нам нужна безопасность. Но тем не менее, Лукашенко это теперь человек, которому руки в цивилизованном мире никто подавать не будет. Он бандит и пират. Сначала был колхозником. Кстати, в Украине его многие уважали, там, таким хозяйственником. Потом стал диктатором. Теперь стал преступником. Ну, выбрал, что выбрал. А в отношении денег, снова-таки говорю, на самом деле Европейский Союз готов дать больше. Мы просто должны предложить проекты, четкие проекты. И это могут быть инфраструктурные проекты, это могут быть и на разберегающие технологии. А потом эти проекты осуществить. И у нас, знаете, Михаил, мне иногда кажется, ну, не иногда, а очень часто, да, кажется, что у нас многие специально отбиваются от этих проектов руками и ногами. Я вам скажу, почему. Поскольку от европейских денег украсть невозможно, так как это делается в других случаях. Поэтому, как только появляются европейские деньги, сразу интерес к этим масштабным проектам падает. Поэтому снова-таки говорю, сначала посмотрим в зеркало на себя, а потом уже поговорим очень серьезно с Европейским Союзом. Я не говорю, что Европейский Союз, он идеальный. С ним всегда непростые переговоры, потому что, вы же знаете, я и без виз, и соглашение про ассоциацию, еще многие вещи. Я был главой делегации на этих переговорах. Но всегда можно найти решение, которое работает на Украину. Но только надо потом исполнять то, что нужно для нас, для Украины, исходя из наших интересов, исходя из того, что нужно украинцам. И вот тут нам этого не хватает. Причем независимо от того, как власти. Мы можем вспоминать там разные периоды. Вот это главная история. Но про белорусов я очень за них переживаю. Снова-таки 3 миллиарда, это же не подарок. Это будут деньги на восстановление Белоруссии от этого режима. А сейчас она очень сложная ситуация. Так что держим кулаки за белорусов и смотрим на себя в зеркало и меняемся к лучшему, конечно. Вот в Одессе есть такое чувство свободы. Вот мне очень нравится. Чувство предпринимательства. Вот Одесса, кстати, могла бы затянуть больше европейских денег. Абсолютно. Сто процентов говорю. Павел Анатольевич, вот буквально несколько дней назад президент Европейского парламента заявил о том, что Европейский Союз должен предложить в ближайшее время членство Балканским государством, прежде всего Черногории и Сербии, членство в Европейском Союзе. Скажите, пожалуйста, почему мы не слышим от Европейского Союза перспективы членства Украины, Молдовы и Грузии? Ведь не будем говорить за Грузию и Молдову, но говоря об Украине, с 2019 года у нас зафиксирован вектор внешнеполитической работы на европейскую, евроатлантическую интеграцию. Мы сделали свой выбор. Мы дорого заплатили за свой выбор. Россия аннексировала украинский Крым именно потому, что мы сделали вот этот евроатлантический выбор. Почему мы не слышим, опять же, перспективы конкретного, конкретной перспективы членства Украины? Михаил, от Европейского парламента как раз слышим. В соответствующих резолюциях это было очень четко сказано. Проблема у нас как раз с политическим лидерством во многих странах Европейского Союза. Но ситуация на самом деле меняется. В ближайшее время будет встреча между главой Европейского совета господином Мишелем и как раз лидерами Украины, Молдовы и Грузии. Всем прекрасно понятно, что все это восточное партнерство. Ну, правильная история. Какие-то проекты можно делать. Ну, что мы общего имеем с сегодняшним режимом в Беларуси? Поэтому ситуация меняется. Балканским странам обещана перспектива много-много лет назад. Это было еще на саммите в Тессалонике, в греческом городе Тессалонике. И я думаю, что сейчас у нас все-таки улучшит ситуация в том, что постепенно многие страны Европейского союза понимают, что без перспективы расширения ЕС, пусть это будет не сегодня и не завтра, невозможно построить окончательно Европу, как пространство и ценности, пространство правил, пространство верховенства права. То есть постепенно, не всюду, но это заходит. Мы тоже должны над этим работать, показывать, что Украина движется вперед. Вот то, что мы с вами говорили несколько минут назад. Но я думаю, что у Украины есть реальный шанс двигаться вперед. Я думаю, что нас там уважают. Вот теперь нужно, чтобы нам еще и доверяли. Доверяли в том, что мы можем идти последовательно к тому, какими есть стандарты Европейского союза. Иногда мы это делаем. Иногда, к сожалению, нам много чего не хватает. Посмотрите вокруг. Любой предприниматель с Франции, с Испании, с Италии приезжает. На что он жалуется? Он же сразу жалуется на украинские суды. И нам все говорят, ну и что? А вот можете вы с такими судами войти в ЕС? Нет. Не можем мы с такими судами войти в ЕС. Можем мы с такой борьбой с коррупцией войти в ЕС? Нет, не можем. Поэтому давайте сделаем то, что нужно. И чтобы не было какого-то там такого отношения к нам, скажем. Вот мы сделали, а теперь мы не хуже, чем вы. И пошли вперед. Я на самом деле считаю, что мы и в ЕС, и в НАТО можем играть с ролью, не знаете, не бедного родственника, а на самом деле намного большую роль. Вот над этим надо думать. Павел Анатольевич, вот смотрите, вот вопрос Северного потока-2. Вот в публичной плоскости позиция Украины была следующая, что запуск Северного потока-2 представляет угрозу национальной безопасности нашей страны. Это была публичная позиция нашей страны на протяжении нескольких лет. Мы сейчас не берем аргументацию, насколько Северный поток-2 действительно представляет угрозу национальной безопасности. Но у страны, у нашей страны была эта позиция. Почему же наши коллеги с Германии, которую мы очень любим, с которой мы активно сотрудничаем, и мы там той же Ангелы Меркель благодарны за многое, что было на протяжении ее каденции как канцлера. Но почему, когда речь заходит о коренных интересах нашей страны, наши европейские партнеры прежде всего думают о себе? Ведь Соединенные Штаты Америки отказались от политики санкций в отношении Северного потока-2, потому что им важны отношения с Германией. Почему нашим партнерам не важны отношения с нами, и когда речь заходит об их интересах, они прежде всего думают о своих интересах? Нет, Михаил, они думают о наших интересах. Вы правы в том, что они в первую очередь думают о себе. Но и мы ведь с вами думаем в первую очередь о себе. Для нас же важны украинские интересы. Мы же думаем в первую очередь о ком? Об Украине, об украинцах. Они думают о Германии, о немцах. Справедливо это? Ну, на самом деле, нам это в случае потока не нравится. Но это справедливо. А теперь второе. Думают они о наших интересах? Думают. К сожалению, это действительно большая проблема. Нам, скорее всего, не удастся отбить, чтобы Северный поток не работал. Но 100% нам удастся вместе с американцами, вместе с немцами сделать так, чтобы, во-первых, он, если будет все-таки запущен, то будет запущен только после того, как мы получим бетонные, вот я реально подчеркиваю, это бетонные гарантии, чтобы наша газотранспортная система работала, чтобы мы оставались транзитером, а не каким-то там балансом. А второе, чтобы это были достойные объемы, чтобы это был и вопрос безопасности, как вы говорили. Абсолютно правильно. Это же угроза нашей национальной безопасности. И, в конце концов, работа для десятков тысяч высокофицированных людей, это ведь тоже на самом деле важно. Это ведь непростое дело транзитировать газ. Ну и третье, я считаю, что надо говорить с Германией о будущем. Ну, мы же понимаем, что транзит не будет таким, как сейчас. Будет и биометан, будет и водород. Пусть они нам помогают в больших проектах. То есть говорить надо по-дружески, но жестко. С друзьями тоже надо говорить жестко, когда отстаивать свои интересы. И тут, да, можем сколько угодно сейчас плакаться с вами, что поток может быть запущен. И это еще не 100%, я подтверждаю. Поскольку ключи на сегодня у американцев, и немцы ездят к американцам разговаривать, какие будут условия. Но и мы должны, как вы понимаете, быть за одним столом и с американцами, и с немцами, и обсуждать эти условия. И чтобы без нас ничего не было, ни за нашей спиной, ни через нашу голову. Поэтому это вот такая задача на сегодня. А так, снова-таки, мы же думаем про украинские интересы, а почему немцы не должны думать про немецкие? Только они про нас не должны забывать, и наши интересы тоже должны быть для них, на самом деле, важными. Но в том и состоит внешняя политика. Павел Анатольевич, вот смотрите, известный украинский историк, который сейчас работает в Канаде, Сергей Плохой, очень такой плодовитый, хороший историк, он написал одну из своих работ, посвященных распаду Советского Союза, где он говорит о том, что решение Украины было ключевым. И когда Украина заявила о том, что Украина хочет быть независимой, было уже очевидно, что ни в каком виде сохранить Советский Союз не удастся, то ли по плану Горбачева, то ли по плану Ельцина. Советский Союз был нежизнеспособен без Украины. Одним из, скажем, двумя страхами господина Путина является, с одной стороны, страх сменяемости власти и страх революции. Поэтому он как раз не любит Украину, поскольку у нас дважды люди выходили на Майдан в 2014 году, и Путин этого боится. И кроме того, Путин не может простить Украине то, что Украина сделала евроатлантический выбор, тем самым похоронив любые геополитические мечты Путина. Но разве этого недостаточно? Разве тех жертв, которые Украина принесла, недостаточно, для того, чтобы наши партнеры, прежде чем объявлять о достройке Северного потока-2, получили согласие от нашей страны и дали четкие гарантии того, что Украина получит взамен. Ведь так, как складывается сейчас ситуация, мы как бы должны уже, после того, как решение о достройке Северного потока-2 принято, мы уже должны для себя что-то выторговать и как-то публично смикшировать ситуацию. Почему на стадии, почему перед тем, как объявить о достройке Северного потока-2, сначала не были даны тем самым гарантии Украине, и почему с Украиной не говорили до принятия этого решения? Михаил, полностью согласен с вами. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Вы знаете, что я сейчас не в системе власти. Это вопрос адресуете тем, кто отвечал сейчас за борьбу против Северного потока. Я единственное, что могу сказать, и это никакой не реверант в свою сторону или в сторону дипломатической команды, что у нас всегда был диалог и с немцами, и с американцами, и с французами. Местами очень сложный диалог, очень жесткий, реально с наездами. Но тем не менее был диалог в отношении Северного потока. Почему это решение принято и о нем мы не были поинформированы, это вопрос не ко мне на сегодня. И я действительно считаю, что эмоционально мы это заслужили. И не только своими жертвами, а тем, что к нам все-таки надо относиться с уважением. Уважение это ведь в сегодняшнем мире основное. Поэтому вопрос не ко мне, но полностью с вами согласен. То есть правильно ли я вас понимаю, Павел Анатольевич, вот та парадигма, не одно решение по Украине, без Украины, которая существовала во время вашего министерства. Сейчас она пересматривается. И теперь западные партнеры советуются с Украиной уже после того, как приняты принципиальные решения. Да, и поэтому мне очень тревожно. Никто не будет принимать решение в конце по всем условиям, как будет работать или не работать поток, по объемам транзита без Украины. Но сам факт, что санкции не объявлены в отношении компании, которая строит поток, и об этом не было детальных консультаций, не было разговора, а тут же был госсекретарь Соединенных Штатов Блинкин. Меня действительно очень тревожит, потому что диалог дружеский это на самом деле основное во всей этой истории. Павел Анатольевич, ну и завершающий вопрос. Я знаю, вы, по-моему, говорили это даже в нашей студии, что вам предлагали остаться министром иностранных дел при новом президенте Владимире Александровиче Зеленском. Вы тогда отказались. А с политической точки зрения вы действительно поступили правильно, потому что у вас есть политические амбиции, и я думаю, что на парламентских выборах вас поддержат либо как индивидуального игрока, либо частью какой-то команды. Но с точки зрения интересов государства, с точки зрения интересов украинской дипломатии, не кажется ли вам, что все-таки стоило вам продолжать занимать должность министра иностранных дел, тем более к вам не было никаких претензий. Ну, я не слышал таких претензий по части вашей работы. Все-таки вот можно, например, как бы посмотреть на Россию, где министр Лавров, он уже не один десяток лет. И понятно, Россия страна-агрессор, но у России уже четко выстроенная профессиональная дипломатия, учитывая то, что Россия находится у нас под боком и постоянно норовит сделать какую-то подлость в адрес Украины. Может быть, вам стоило остаться министром, потому что вы уже накопили огромный профессиональный опыт, в том числе подстаивание украинских национальных интересов в борьбе с российским агрессором? Михаил, ну, мы же с вами говорили, что идем-то в Европейский Союз и в НАТО и есть классические традиции европейской политики. Приходит новый президент, у него есть право выбирать свою команду, именно команду. А когда люди, которые боролись за Украину несколько лет, им предлагают остаться, это на самом деле для меня важно. И для меня это предложение Зеленского, я ему за это благодарен. Но я считаю, что в европейской политической практике, когда меняется команда, она меняется. Это честный подход. Может быть, для меня было бы действительно сказать легче, а вот я все-таки буду смотреть и дальше работать на поле внешней политики и тогда я не так за что-то переживаю. Потому что я же переживаю и вы переживаете. И это действительно история для всех украинцев. Но все-таки, когда меняется команда, она должна поменяться. В политике сегодняшняя медом намазана. Каждый должен найти себя не только в политике, но и вне ее. Поэтому я считаю, что я все-таки сделал правильно. Ну, а я же никогда не отказывался помочь, никогда не отказывался от того, чтобы дать совет, никогда не отказывался, чтобы поговорить о стратегии. То есть в конце концов это же не про меня, не про вас. Это про Украину. И мы же с вами тоже сейчас говорим про стратегические вещи. Поэтому для меня самое главное, что мы не про себя думаем, а про нас. А украинцы, они на самом деле крутые и заслуживают на то, чтобы у них были лидеры. Поэтому спасибо и снова-таки сегодня действительно очень важный день с годовщиной без виза. Хорошо, что мы это вспомнили. И я считаю, что для каждого из нас это история про свободу и про уважение. А когда украинцев поважают, уважают. Уважают и поважают. Мне это очень нравится. Поэтому каждому жму руку. Был рад сегодня поговорить. Ну и до следующих встреч. Павел Анатольевич, большое спасибо. В заключение скажу лишь о том, что все-таки дипломатическая служба это такая очень консервативная история. Поэтому я думаю, что если бы вы все-таки остались министром иностранных дел, это было бы абсолютно оправданно европейской практикой, поскольку опять же дипломатия это штука консервативная. Я уверен, что с вашим опытом вы бы очень много смогли сделать, в том числе подставить внешнее политическое плечо Владимиру Александровичу Зеленскому. Я думаю, что вместе вы бы добились очень многого. Спасибо, что были сегодня с нами. Безмерно вас уважаю и большому спасибо за те годы, пока вы были министром. Павел Анатольевич Климкин, министр иностранных дел Украины с 2014 по 2019 год. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова